МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Новосибирске планируют завершить строительство шести проблемных домов. Один из них находится на улице Есенина. Дольщики организовали кооператив. Деньги на завершение строительства планируют получить и с помощью масштабных инвестиционных проектов. Продолжит Александр Потенихин. Почти 20-летняя история долгостроя подходит к новоселью. Ключи от квартир в этой части здания получат 88 семей. После банкротства застройщика дольщики 5-й и 6-й блок секции дома на Есенина 65 создали строительный кооператив. Пока шла передача объекта по банкротству в ЖСК, мы уже создали ЖСК и вели ревизию всего физического выполнения работы, также выполнения технических условий. Составили дефицит, утвердили его и в мае прошлого года провели общее собрание и сразу же возобновили строительство. Дефицит бюджета больше 40 миллионов рублей. Дольщикам пришлось доплатить по 7 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Для продолжения строительства нашли инвестора. Ощутимую поддержку в возведении дома оказывают городские и областные власти. Порядка 13 миллионов рублей. Из них 12 миллионов у нас на лифтовое оборудование. То есть мы уже оплатили их. И миллион с копейками городоканал, подключение объекта к сетям городоканала. То есть это вот та сумма, которая идет через субсидирование. Сейчас покупатели квартир в соседних седьмой и восьмой блок-секциях создают еще один кооператив. Осложняет ситуацию то, что на территории этой части дома находится котлован для подземной парковки. Тем не менее, уже в следующем году работы начнут и здесь. Я дал поручение следующую секцию отрабатывать уже в этом году, помочь с документацией. Поскольку образуется ЖСК, поможем по документации, будем сопровождать и будем подбирать следующий участок земли для участия в конкурсных процедурах, для того, чтобы использовать МИПы и достройки этого здания. У пятой и шестой блок-секций уже высокая готовность. Остались внутренние работы, отделка квартир и инженерные коммуникации. Заехать в свои долгожданные квартиры дольщики смогут уже в конце этого года. Александр Потенихин и Данил Смирнов. Новосибирские новости. Лесные парки появятся в Новосибирске. Это новый вид охраняемых территорий. Контролировать их будет региональное правительство. Необходимые изменения сегодня одобрили депутаты законодательного собрания. Мэрия поддержала эту инициативу. Лесным паркам могут отнести любые зеленые зоны на территории Новосибирска. Это участки, цитирую, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое или оздоровительное значение. Конец цитаты. Создавать и распоряжаться этими зонами будет региональной власти. Региональное правительство сможет выдавать разрешение на строительство на таких участках. Под действием документа могут попасть Зальцовский бор и Новосибирский академгородок. Сквер на Димакова в Советском районе обустроят уже в этом году. У жителей микрорайона Ща появится место для спокойного и активного отдыха всей семьей. В сквере сделают площадь первостроителей, рощи и место для выгула собак. Проект уже обсудили с общественностью Академгородка. Подробнее о будущем территории площадью 2,5 гектара расскажет Елена Богатырева. Узкими зимними тропинками жители микрорайона Ща пересекают пустырь. Здесь чаще выгуливают собак. Для семейных прогулок это место неудобно ни зимой, ни летом. У меня трое детей. Всех троих детей приходилось водить, гулять на верхнюю зону. Пешком, либо возить на машине. Там много довольно парковых небольших зон, раскиданных равномерно. А в Ща никогда ничего не было. Всегда перед глазами стоял вот этот пустырь. С чего-то надо начинать. И чем быстрее, тем лучше. Люди ждут дела, а не разговоров. Разговоры о благоустройстве пустыря идут уже лет 30. Благоустраивать территорию начнут летом, на условиях муниципально-частного партнерства. Проект поддержала общественность. Проект действительно хороший. Он предполагает быструю реализацию. Это минимум нагрузки на местный бюджет. Это хозяйственная часть. Если мы проводим здесь коммуникации, электричество, это все требует поддержания. Я профессионально это знаю. Это требует больших денег. Этому нужен хозяин. Кто-то должен присматривать. Сегодня споры вокруг сквера разделили общественников на два лагеря. Одни хотят, чтобы благоустройство двух с половиной гектаров начали летом по имеющемуся проекту. Другие предлагают еще три года ждать федеральных денег в надежде расширить границы сквера. Но и тех, и других волнует участок бывшего рынка, где планируют построить досуговый центр. Здесь появится большая точка притяжения в виде торгового центра или там спортивного, в виде парка, прогулочной какой-то зоны. Погожий денек. У нас здесь будет просто наводнение из машин. Поэтому у меня большой вопрос к тем, кто будет строить этот торговый центр. Будут ли у нас подземные парковки, будет ли каким-то образом решен вопрос с расширением дороги, потому что это действительно необходимо. Дендрологи исследовали участок. Выяснили, здесь нет надежной зеленой преграды для ветра. И на улице Димакова он сильный и порывистый. Именно поэтому здесь высадят деревья и кустарники. Специалисты рекомендуют высокие и быстрорастущие. Они создадут зеленую стену между домами и дорогами. Изучить проект благоустройства можно на сайте «Зеленый Новосибирск». Елена Богатырева, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Коронавирусные ограничения в Новосибирской области постепенно снимают. На стадионы и в театры уже пускают 100% зрителей. Кафе и бары могут работать без ограничения по времени. Однако в общественном транспорте по-прежнему действует масочный режим. Каждый день проводят дезинфекцию. Как сейчас обрабатывают автобусы на самом крупном автотранспортном предприятии города, узнал Михаил Якимов. Конец смены за рулем для водителя не означает конец рабочего дня. Прежде чем автобус отправится на ночевку в теплый бокс, его нужно привести в порядок. Полностью отмыть внутри и снаружи. Сегодня Юрий работал на 23 маршруте. На дорогах было грязно. По-любому надо или руками, или швабры, или химии какой-то, а так не отмыть. И каждый раз после смены всегда моешь автобус. Во-первых, грязный меня не выпустит. Ну и самому приятному. И в кабине, и даже лицо водителя. Юрий сам проверяет чистоту в салоне. После этого автобус дезинфицируют. С начала пандемии коронавируса процедура стала обязательной. Занимает несколько минут. Конечно, руку набил. Да и по инструкции это все. Главное, ручки, до чего дотрагиваются люди. Непосредственный контакт. Когда поднимаются, трогают ручки. Когда держатся, когда едут при движении автомобиля. Ну и салон обрабатывается. Раньше Сергей занимался ремонтом и обслуживанием электрооборудования. Но с введением ограничительных мер пришлось пройти обучение и получить дополнительную специальность – дезинфектор. Это одно из лучших предприятий. Именно по санитарному режиму ведется журнал. Все автобусы проходят санитарную обработку. Предприятие не принимает к оплате маршрутные листы, если не стоит отметка об проведении дезинфекции. Поэтому здесь есть чему поучиться. В начале пандемии пассажиров в общественном транспорте стало меньше. Но сейчас предприятия возвращаются к обычным показателям. В прошлый год были максимальные падения где-то в апреле месяце. Перевозка падала до 30%. Но потом постепенно, к концу года был рост. По итогам года мы достигли уровня 70%. Сейчас уже помаленьку перевалили за 80%. Специалисты регулярно проверяют, как моют и обрабатывают транспорт. Предприятиям, которые не выполняют требования, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Как строили дома, во что играли и одевались сибиряки в прошлом и позапрошлом веках, можно узнать в Центре истории развития Ленинского района. Здесь открыли новую выставку. Посетителям покажут образцы зодчества и рукоделия прошлого, ткацкие станки позднего советского времени. Александр Сульдин побывал на экскурсии. Такое простое полотняное переплетение. И вот так вот сплеталась лоза. И делали вещи, необходимые для обихода. Так начинается экскурсия для детей. Рабочее место деда – уголок бабушки. Дед по сценарию делает игрушки. Тут же во что играли. Целые конструкции с механизмами. На таких юные сибиряки в позапрошлом веке учились запрягать лошадь и катались с ветерком. Дальше высший пилотаж домашнего творчества. Макеты храмов, филигранная резьба по дереву без всякого лазера. Вышивка, кружева. Кстати, и здесь экскурсовод расскажет, как создавать такие картины из ткани. Сама умеет. Рукоделие было популярно практически в каждом доме и совсем недавно. Об этом говорят экспонаты. Например, вот этот мини-ткацкий станок. Пластиковые детали, заводской уровень изготовления. Сделан в одном из кооперативов в конце 80-х годов. Скоро его полностью восстановят до рабочего состояния. Или вот такое вот самодельное устройство. Поднос, солидные деревянные основания, два мощных тумблера, солидный заводской электромотор. Лучший подарок 8 марта, сделанный своими руками. Серьезно облегчает женский труд. Не надо нажимать на педаль, когда работаешь, как в более старых моделях. Расскажут и куда ставили такие машины. Здесь снимаются, это как раз вот пяти стенок, почему называлось. Стена, разделяющая две половины жилища. Русская печь. Все мельчайшее в подробностях даже сажа. Вековой опыт такой сибирской стройки обобщили сразу после войны. Издали типовой проект избы. Государство тогда решило активизировать возведение домов. На их покупку в Сибири и на Урале давали суды на 12 лет под 1% годовых. Вот такой деревянный дом с полностью, с подробным описанием всех элементов. Про план, разрез деталей, конструкции. Все элементы дома, начиная с того, как класть брус, как выкладывать крышу, двери, фасады. Полностью на 80 страницах. В Новосибирске были дома, построенные по этой брошюре. Как их ставили своими руками, как вышивали и вырезали узоры, узнают посетители выставки. Кстати, экспозицию можно пополнить, принести свои шедевры. Эта история и для будущего. То есть можно показать, что не только когда-то давным-давно мастера работали, но и сейчас есть мастера разного возраста, разных направлений. Выставка «Дело мастера» продлится до лета. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Удивительные иллюстрации к путешествию Гулливера, собачьему сердцу и другим известным произведениям представили на выставке «Невидимые книги» в ЦК-19. Здесь 150 работ сибирского автора Алексея Дмитриева. Иллюстрации он делает для лимитированных изданий. У посетителей будет редкая возможность полистать эти книги. Одной из первых иллюстраций увидела Анна Братушкина. Я придумал сделать книгу в виде такого блокнота путешественника, путевого дневника, поэтому вот такой вот формат. Вы не видите здесь, собственно говоря, изображение самого Гулливера. Мы видим только то, что зарисован сам герой книги. И это какие-то стилизованные карты. Купить такую невозможно. Издание лимитировано. Всего 100 экземпляров. Зато увидеть иллюстрации и даже полистать ее и похожие книги новосибирцы могут на выставке в ЦК-19. В экспозиции «Невидимые книги» 150 графических работ иллюстратора Алексея Дмитриева из девяти разных произведений. Здесь «Путешествие Гулливера», «Остров сокровищ», «Три толстяка» и другие. Здесь все очень сложно и очень четко все продумано, взвешено автором. Видно, что человек, художник, относится с душой, с трепетом, с рвением. И очень приятно, что мы можем сегодня показать автора в том именно объеме, который у него сейчас имеется. Для каждой книги иллюстратор создает примерно 30 картин, для детских – больше сотни. На такую работу нужно не меньше полугода. Сначала художник читает книгу, затем изучает эпоху или среду текста и только потом рисует первые пробные иллюстрации – на бумаге или графическом планшете. Очень важно в этой каждой книге у каждого из авторов найти то, что интересно тебе именно сейчас. И то, что ты надеешься, будет интересно читателю, тому, кто возьмет вообще эту книгу в руки. Потому что мое убеждение, что может быть интересным другому человеку только то, что действительно искренне интересно тебе. Автор Алексей Дмитриев уверен – книга не только текст, но и иллюстрации, и общий дизайн. Только тогда рождается комфорт и любовь к чтению. Для каждой книги художник выбирает особенные, подходящие ей стиль и цвета. Иллюстрации к собачьему сердцу – это мир глазами сначала пса Шарика, а затем гражданина Шарикова. Рисунки в трех цветах – черный, белый и красный. Ведь собаки видят мир как раз в черно-белом, а некоторые различают и красный. Кроме того, красный символизирует кровь и цвет паспорта советского гражданина. Выставку откроют завтра. Она будет работать до 4 апреля. Анна Братушкина и Денис Савинский. Новосибирские новости. Кольцо по цене трехкомнатной квартиры. Золото, серебро и авторская бижутерия. Выставку «Ювелирная Сибирь» открыли сегодня в экспоцентре. Российские и зарубежные компании представили свои украшения на любой вкус и кошелек. Виола Янгаль оценила изящество и поинтересовалась ценами. В Новосибирском экспоцентре открылась ювелирная выставка. Ее проводят ежегодно в преддверии 8 марта. Больше 60 компаний предлагают различные украшения. Давайте же посмотрим, что здесь есть. Мы привезли конкурсные вещи в одном экземпляре, авторские работы, ну естественно крупные бриллианты. Выставка это не означает, что мы только должны что-то продать, да? Тогда надо было бы ввести что-то эффектное и недорогое. А мы привезли, чтобы показать. А можно посмотреть? Да, вот это вот колечко. Смотрите, она действительно 7 миллионов 800. Это цена хорошей, большой трехкомнатной квартиры в новостройке. Прекрасно. Ну, это вложение, это вложение. Помимо золотых изделий здесь есть и украшения из серебра. Некоторые из них довольно интересным исполнением. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот об этой красоте. Это серебро, правильно? Женчик идет натурально культивированный. Сейчас это очень модно. Выполнены из серебра 925-й пробы. То есть этот тренд весны 2021 года. Да, это тренд весны 2021 года. Это очень востребованный товар. Но есть на выставке и совсем уникальные изделия. Например, вот такой гарнитур «Наследие этрусков». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Это редкий камень, папараджи, сапфир такого оранжевого цвета. А вокруг бриллианты, да? Вокруг бриллианты и интересный рисунок. Поэтому он назван «Наследие этрусков». Более доступных украшений тоже много. Например, есть стенды с бижутерией. Изделия подбирали тщательно, учитывая современные тенденции. Сейчас на пике популярности украшения простых форм. Медальоны, квадраты и крупные кольца. Выставка будет работать в экспоцентре до 28 февраля. Виола Янголь, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. На этом наш выпуск завершен. До свидания.